Девушки отдыхают Полковник обещал жене, что она станет генеральшей, и уехал в Москву. Только оказалось, что место генеральше в его новой квартире уже давно занято другой женщиной. Я бы все подписала, если бы ваша жена приехала ко мне и что-то требовала. Вы ведь меня понимаете, ваша честность. Я понимаю вашего мужа сейчас в данный момент. Мужчина уехал зарабатывать деньги, а когда вернулся, узнал, что жена лишила его права на квартиру. Какие цели преследовала вероломная обманщица, узнаем в суде. Полтора миллиона мы даем друзьям, они их прокручат. Прокрутили, вернули. Их бизнес прогорел. Да что вы, правда? Юноша вернулся из армии, а вместо квартиры, в которой жила дружная семья, оказался на улице. Как денежный вопрос разбил семью и кого поддержит суд? Истец требует прекратить право пользования квартирой бывших членов ее семьи, выселить их из квартиры, снять с регистрационного учета по месту жительства. Ответчики иск не признают, потому что им негде жить. Слушается дело по иску о прекращении права пользования бывших членов семьи собственника, о выселении их из квартиры, снятии с регистрационного учета по месту жительства. Истец, Ведерникова Екатерина Владимировна, ответчик, Ведерникова Вероника Викторовна. Второй ответчик, Ведерников Александр Антонович, интересы которого, я так полагаю, вы представляете. Передайте, пожалуйста, документы. Спасибо. Пожалуйста, истец, я вас слушаю. Я хотела бы, чтобы ответчик вместе с сыном снялась с регистрации и выехала из моей квартиры. Вместе с чьим сыном? С ее. С ее сыном, с вашим внуком? Вашим внуком, да. Поняла. Сколько лет внуку? 18. Дело в том, что два года назад я пошла навстречу своему сыну. Он попросил меня, чтобы я приютила, приняла в свою квартиру его жену и сына к себе временно. Ну, я так и сделала. Брак между ответчицей и вашим сыном расторгнут? В настоящий момент, да. Тогда, когда я их приняла, они были мужем и женой. А сейчас они разошлись. Это ваш сын со мной развелся, не я. И ответчица не является теперь членом моей семьи. Она теперь чужой человек. А внук? А внук? А внук? Извините, ваше честь. А ваш внук тоже членом человек? Внук у моего есть отец и мать, которые обязаны заботиться о своем сыне. Так вот, значит, на квартиру, на мою, у меня есть свои планы. Значит, я вышла замуж и больную мать привезла к себе. Она не может одна жить, и я ее взяла к себе. И теперь, извините, на 53 квадратных метров живет 5 человек. У меня нет своего угла. И потом, понимаете? Вы являетесь единоличной собственницей квартиры. Да. Слушаю вас. Я вас выслушала. Ответчика слушаю. Пожалуйста, проясните. Я сюда пришла оставать интересы не только свои, а своего сына, совершеннолетнего. Я это поняла, вы представили доверенность. Да. Ваша честь, мой муж военный. И все эти годы я прошла с ним все гарнизоны. Мы 8 лет жили в общежитии. И я создавала все условия для того, чтобы мой муж делал карьеру. И я растила сына и достойно вырастила достойного человека, в отличие от его отца. Но я сейчас не хочу переходить на личность. Я рассказываю вам, Ваша честь, для объяснения картины. Два года назад моему мужу, я просто очень волнуюсь, Ваша честь, моему мужу два года назад сделали предложение карьерного роста, и он уехал в Москву. Но забрать нас сыном он не смог, потому что он мне сказал, и я верила, верила своему мужу, и документы не поверила. Он сказал, что дом строящийся, и обещал мне, что вот чуть-чуть достроится, вот чуть-чуть достроится, и я заберу тебя с сыном. А вы остались проживать где? В общежитии, в общежитии, да, в ведомстве, в общежитии. И он говорит, у тебя вот хороший дом, ты будешь жить в большом городе, и у тебя будет машина, и наш ребенок получит хорошее образование. Я верила, Ваша честь, было ради чего? Так что же произошло? Так документы надо было проверять. Надо было верить. Как вы документы, говорит истец? Документы на квартиру, потому что мой муж получил квартиру на всех членов семьи, на меня, на нашего сына и на себя лично. Но она ни за чем не следила. Ваша честь, это вот так вот всю жизнь, понимаете? Вот всю жизнь вот так вот. Не только у вас. Продолжайте. Извините, да. Итак, ваш муж получил квартиру. Да, может я неправильно объясняю, да. На всех настроях. Это была муниципальная квартира или это в собственность передана квартира? Нет, 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 сначала это была квартира от министерства. От министерства. От министерства. То есть она была, не была приватизирована, не была в собственность. Нет, она не была приватизирована. На троих? На троих. Вы ордер видели? Нет, он мне ничего не показал. Ты в том-то и дело, вы думаете, что на троих? Подождите, истец. Потому что, сейчас я вам расскажу, Ваша честь. Он меня ставил, может я по порядку, потому что я сейчас волнуюсь, неправильно, может я не сюда вас информацию. Значит, он получил квартиру на троих, а мы стали жить в общежитии. Это я поняла. Да. Но потом в один момент, прекрасно, у нас, у нас получилась трагическая ситуация, и мир рухнул. Нас с сыном выселили из общежития. И идти нам было некуда, Ваша честь. А почему же вы не приехали в Москву? Потому что он объясняет, что квартира строится, строится, строится. А где же он жил все это время в Москве? Вот. Он жил тоже в общежитии с тремя военнослужащими. И он сказал, что нет условий для того, чтобы забрать себя и сына. Я вас прошу, помолчите, пожалуйста. Так, истец, я делаю вам замечание. Извините. Вот. И когда нас с сыном выселили из общежития, нам идти было некуда. Вы поехали в Москву? Нет. Мой муж предложил, чтобы я пожила с сыном у его матери, у моей свекрови. Он объясняет опять, что это временное явление. Подожди, подожди чуть-чуть, и я заберу от себя с сыном. И я не претендовала, Ваша честь, на то, чтобы забрать что-то у моей бывшей свекрови. Для того, чтобы жить там постоянно у моей бывшей свекрови. Вы поверьте, что если бы у меня была возможность... То есть вы думали, что это временная ситуация. Это временная. Если бы у меня сейчас была возможность... Дальше что произошло? Вот, знаете, у женщины бывает такой момент, когда она что-то чувствует нехорошее, неладное. И я собралась и поехала в Москву. Наконец. Думала, сделаю сюрприз своему мужу. Приехала. А вот в это общежитие, где он с военнослужащими проживает? Квартиру по адресу, который был указан, где мы должны были жить. Дом, который должен был строиться. Я приехала, вы понимаете, я поняла, что больше меня и моего сына в жизни моего супруга больше нет. Во-первых, он приватизировал квартиру. Квартира, во-первых, уже была не строящейся. Это все был обман. Это был обман. Была афера. Дом был изначально сдан. И поэтому нас выселили с сыном из общежития. Я как бы правильно объясняю? Вы понимаете, да, что может быть есть вопросы? Я пытаюсь. Я могу ответить. Поэтому нас с сыном выселили из общежития, потому что дом уже был сдан. В этом доме он жил не один. Он жил с любовницей. Он подлым, обманным, вообще ужасным, подлым, низким поступком приватизировал квартиру только на себя и вычеркнул нас сыном из права собственности на это жилье. И следующий развелся со мной, не предупредил меня ни о приватизации, ни о разводе. Он это сделал все тайно. И следующий шаг, вот последняя точка, что он сделал. Он оформил факт дарения на свою любовницу. Все, крах, понимаете, крах автоматически. Я потеряла все. Когда вы об этом узнали? Когда я приехала в Москву. Когда вы приехали в Москву? Какое время не прошло? Меньше месяца. Но за эти два месяца у меня уже было два суда, которые я подала иск. А, все-таки вы подали иск? Я подавала, потому что я буду бороться. Да. Я подала первый суд на право вселения в это жилье. И чтобы мне не чинили препятствия. Признание недействительной приватизации. Признание недействительного забора дарения. Но вселить я не смогла. Потому что был оформлен факт дарения. И вы любите, это тоже. И я подала. Но я проиграла суд первой инстанции. Ваша честь. Но я буду бороться дальше. Это не конечная инстанция. Я буду бороться. И вообще, вы знаете, я хочу вам сказать так, Ваша честь. Вот я долго думала, что я вам скажу. Даже в присутствии своей бывшей свекрови, я скажу так. Не может человек носить звание генерала, который предал свою семью, свою мать. Я считаю, это было бы тоже подло по отношению к ней. Своего сына. И я считаю, свою родину. Какую родину? А родину-то здесь причем. Вы обманули, потому что государство подумало. Да ты семья, а не родина. А ваш сын отобрал право у моего ребенка на жизнь. Уважаемый ответчик, я, к сожалению, в решении не могу написать лишить звание генерала вашего мужа. Несмотря на то, что если вы все так, как вы говорите, конечно... Это еще в мелких подробностях, Ваша честь, я рассказываю. Потому что я считаю, что это недостойчиво, которым есть звание. Но воспитать, да, вы научили пользоваться, простите меня, средствами личной гигиенией. Мы не будем вот это вот устраивать. Судебный пристав, заберите, пожалуйста, документы у ответчицы. Возьмите, пожалуйста. Не умеют даже унитазом. Не надо приходить сейчас наличности. А я своего сына воспитала достойно. Так, скажите, пожалуйста, ответчик, вы не признаете их. Я искать, и мой сын. И ваш сын тоже не признает исковые требования. Я считаю, что все, что положено мне и моему сыну, мы должны получить. Ваша честь, с вашей помощью, я надеюсь. А пусть они разбираются, пусть мой сын разбирается. Суд удаляется для вынесения решений. Прошу всем стать. Значит, ваш муж, получается, сейчас что получается? Он... Да ты не ляха, я устала, я в домработницу превратилась. Это неправда, это неправда. Мы жили бы хорошо. Далее в программе. Я бы все подписала, если бы ваша жена приехала ко мне и что-то потребовала. Вы ведь меня понимаете, ваш петь. Я понимаю вашего мужа сейчас в данный момент. Да? Передав от провальных бизнес-идей мужа, жена придумала, как подстраховаться, чтобы он не заложил в банк их жилье. Но неудачник возмутился и побежал жаловаться в суд. Полтора миллиона мы даем друзьям. Они их прокручивают. Возвращают два с половиной миллиона. Прокрутили, вернули. Их бизнес прогорел. Да что вы, правда? Брат и сестра воспользовались деньгами из доли их младшего брата. Они искренне хотели вернуть ему все с процентами. Как же получилось, что он оказался на улице? Оглашается решение суда. Суд принял решение иск удовлетворить частично. Прекратить право пользования ответчиков в квартире истицы по истечении одного года. Через год ответчиков из квартиры, принадлежащей истицы, на праве собственности выселить, снять с регистрационного учета по месту жительства. Суд выносит данное решение, основываясь на том, что семейные отношения между ответчицей и истцом прекратились в связи с тем, что брак между ответчиком и сыном истицы расторгнут. В настоящее время с конфликта в связи с конфликтными отношениями они не ведут общего хозяйства, у них раздельный бюджет. Бабушка и внук являются родственниками по крови, но родственные отношения неравнозначны семейным. И поэтому, так как семейные отношения прекращены, суд выносит данное решение, основываясь на статье 31, часть 4 ЖК РФ, так как за бывшим членом семьи собственника право пользования данным жилым помещением не сохраняется. В то же время суд учитывает сложную ситуацию, в которой оказались ответчики, поэтому еще целый год сохраняет за ним право пользования в квартире истицы, предоставив им возможность в течение этого года решить свою жилищную проблему. Как я уже сказала, по истечении года ответчики будут выселены, сняты с регистрационного учета, но так как ответчица в судебном заседании пояснила, что она уже позаботилась о защите своего права, и не надо комментировать и суфлировать, я сама изложу все, что хочу сказать. Итак, так как ответчица пояснила в судебном заседании, что она уже позаботилась о защите своих прав, и обратилась в суд с иском об отмене приватизации, о признании недействительным договора дарения квартиры, которая была выделена ее мужу, бывшему мужу, на семью из троих человек, я полагаю, что в течение года эта проблема будет разрешена, и вы обзаведете своим собственным жильем. Дело закрыто. Получила. Ты хотела на улицу выгонять меня, на улицу своего внука из-за своего мужика, который ты променял у своего внука. Да иди, квартиру снимай. Решение суда. Иск удовлетворить частично. Я решением не удовлетворена. Моя невестка и внук неаккуратные люди везде все разбрасывают, и я у них как в дом работницы. Я очень благодарна за принятое решение. Я надеюсь, что за этот год я смогу решить все вопросы, и что дальнейшие суды будут также в мою пользу. Истец просит признать договор передачи жилья в собственность частично недействительным. Ответчики иск не признают. Утверждают, что приватизация оформлена законно. Законно. Пожалуйста, истец, я вас слушаю. Ваша честь, я прошу признать договор приватизации частично недействительным. И действительно, в соответствии с этим, прошу включить меня в число сособственников. Поясните, пожалуйста, где находится квартира, кто, она была муниципальной, насколько я понимаю, кто был зарегистрирован в квартире. Поясните, пожалуйста, обстоятельства. Ваша честь, что касается квартиры. Квартиру эту мы получили примерно шесть лет назад совместно с моей женой Елизаветой. А второй ответчик кем вам приходится? Это мой сын Андрей. Андрюха. Значит, согласно договору соцнайма... А вы в браке состоите с ответчицей? Естественно. К сожалению. Естественно. При переселении из аварийного жилья, согласно договору соцнайма, нам была выделена муниципальная двухкомнатная квартира. Вот у меня есть документы, Ваша честь. Так. Я потом посмотрю все документы. А жилье было моей мамы. Помолчи, пожалуйста. Нам была выделена двухкомнатная квартира, в которой мы вместе сейчас в данный момент и проживаем. И вы все были указаны в договоре социального найма. Правильно? Я, жена и мой сын. Вы были зарегистрированы по месту жительства. Правильно? В этой квартире. Да. Да. А что потом произошло? Значит, я хотел добавить, Ваша честь, что... Хотя ответственным квартирой субчиком она является, но... У меня такие же права, я считаю, как и у нее. Я просто... Угу. Конечно. Только за квартиру я платила. Видимо, ответчик так не считает. Конечно. Абсолютно. Если вы имеете вообще хоть какие-то права. Ну, так продолжайте. Ваша честь, я по... Большую часть жизни был военным. Где-то... Ну, шесть лет назад я уволился из армии. В чине прапорщика, так сказать. Ну, до такого дослужился. Ну, причина... Самая банальная, Ваша честь. В наше время я просто, как честный человек, ну, не мог смотреть на все, что там творится в армии. Эти фазенды... Давайте поближе к иску. Я... Поближе к иску. В военной службе много чего перепробовал, но не нашел я себя. И вот фермерство, я считаю, это мое призвание. Бизнесменом решил заделаться. У меня жена, ой, извините, моя мать в деревне сейчас, типичный сельский житель, у нее там и огород, и куры, и так далее. И вот пасека у нее как раз такая незаброшенная. Я заинтересовался, решил поехать. Звал и жену, и сына. Да, чтобы квартиру продать, деньги прокутить, и все нормально. Типичные городские жители, куда они поедут. Типичные. Ну, в общем, решил я один все бросить и, как говорится, целину поднимать. И поехали в деревню. Ну, естественно, начальный капитал мне нужен был, я кредит взял. Угу. Ну, первый год у меня... Квартира-то здесь при чем? Ну, мы бы квартиру продали. Какую продали? Ну, что ты говоришь? Ну, господи, глаза бы не глядели. Истец. Да. Истец, ну расскажите уже мне, почему вас не учли при приватизации квартиры? Вы что, с меня были сняты с регистрационного учета? Вы уехали. Как это произошло? Ваша честь, после всей этой катавасии я после работы приезжаю к ним в город. И выясняется, что она осуществила приватизацию, я считаю, без моего ведома, на себя и на сына. Ну, вы выписались из квартиры, уже скажу, бытовым языком. Выписался, Ваша честь, добровольно. Выписался, добровольно. Чтобы получить, между прочим, деньги в банке на развитие сельского хозяйства. Сам выписался, получил там. А я теперь виновата. Да, подождите вы. Да? Какое? Нет, я приехал. Получили кредит? Кредит я получил. Вы к маме, что ли, приписались в деревню, чтобы получить кредит на развитие вашего этого фирменского хозяйства? Да. Да, признаюсь в Вашей честь. Да, отлично. Для кого я делал? Документы передайте. Для семьи вы это делали. Для себя. Уже я за вас тут исковые требования излагаю. Давайте, отречик, коротко по существу. Ваша честь. Согласны с иском? Не согласны с иском? Не согласны. Почему не согласны? Не согласны с иском, потому что приватизация была, между прочим, осуществлена законно. Я выходила замуж, Ваша честь, за военного, понимаете, за прапорщика. Думала, в достатке буду жить с машинами, с квартирами. Все, как имеют все жены прапорщиков. А некоторые еще до генералов дослуживаются. А у меня что? Лиза. 15, замолчи, уже слушал ме-ме-ме. Ну, что ты говоришь, а? Ваша честь, 15 лет назад нам должны были дать квартиру. Ну, мы ведь порядочные, честные. Мы отказались и отдали квартиру жене погибшего друга. Ей нужна квартира, нам, сынам, квартира не нужна. Замолчи про совесть. Так, а вы не делайте замечания из суммы. Вы не дома находитесь, дома будете над ним издеваться, а не здесь. Так вот, мы поселились в квартиру в общежитии моей матери, в одну комнату. Потом эту квартиру 6 лет назад признали аварийной. И нам дали двухкомнатную квартиру. На троих? На троих. Все, думаю, будем жить хорошо. Он решил из армии уволиться. Хорошо, я согласилась. Пошел работать колдовщиком. И на это была согласна. И тут он решил бизнесменом заделаться. Какой бизнесмен, как из меня балерина. Так вот. А что мне, думай сидеть надо было? Взял кредит, Ваша честь. Начал разводить этих своих пчел. Естественно, прогорел. Помимо кредита еще в 150 тысяч долгов влез. Пришел, говорит, давай, знаешь что? Давай, моя хорошая, квартиру продадим, поедем жить туда. Ну, я-то не дура, Ваша честь. Я не дура, говорю, нет. Тогда он решил обмануть государство. Он выписался. Как обмануть? Прописался к матери. Взял кредит на развитие сельского хозяйства, Ваша честь. Не видела его полгода. Потом поехала туда с нотариусом. Все официально. Приехала, говорю, будем квартиру приватизировать. Потому что срок приватизации, Ваша честь, заканчивается. Нотариус, он же ведь государственный человек, Ваша честь. Он же ведь прежде чем подписать документы, он же ему все разъяснил? Как по закону положено. Я даже слово таком... Дали почитать ему. Ничего не прочитал, подписал, но это его. А что подписал-то? Подписал отказ от приватизации. Все у меня документы на руках, Ваша честь. Я слова такого не слышал. Приватизации, они мне даже не сказали. Читать нужно было. У меня в то время голова шла кругом, я не знал, что делать. А она говорит, так надо. Конечно, надо. Я поверил ей, думал, действительно так надо. И для семьи. Для семьи. Я бы все подписала. Я бы все подписала, если бы Ваша жена приехала ко мне. Я не знал, что она так вот себя поведет. Вы ведь меня понимаете, Ваша честь. Я понимаю Вашего мужа сейчас в данный момент. Почему он подписал? Ну, незаконно это, я считаю, Ваша честь. Отказ от приватизации он подписал. Так, квартира была приватизирована на двоих сыном. А вот он сидит на своей навозной куче, от него дерьмом даже отсюда воняет. Отвечу. Отвечу. Для кого? Для свата, для вас я работаю-то. Я на Новый год вам помимо подарков сколько денег привез сейчас? Сколько? Выгорело у меня дело-то с этими пчелами. А, выгорело дело-то? Деньги на учебу. Выгорело. Я сейчас в Плюсе в таком нахожусь, Ваша честь. Пчелки мои мед на гора выдают, продукция моя продается. Что еще им надо? Смотрите, ответчик. Разведется с вами, естественно. Да. Найдет себе там в деревне. Да никуда не петь, кому он нужен. В саду какую-нибудь. Я понимаю, если бы мы с ней были в разводе, могла бы она что-то требовать. И то бы, я считаю, несправедливо. А тут такое дело. Но если вы вместе живете. Кстати, разводиться я с ней не хочу. Вот. Не собираетесь разводиться. Ни в коем случае. Куда вам дейте? То какая вам разница? Включили вас в приватизацию? Не включили. А, естественно. На старости лет такое. Какая вам разница? Не расслышал. Что вы сказали? Ну, конечно. Зачем меня слушать-то? В жену свою вы будете слушать? Вечно. Так вот, вопрос у меня к вам. Если вы не собираетесь разводиться, живете вроде бы как вместе, да? Деньги привозите со своего фермерского хозяйства. Правильно? В семью. Ну, она не хочет меня слушать. Ну, вы, наверное, к этому привыкли уже. Я о другом. Зачем вам нужно восстанавливать ваши права в приватизации? Правильно. И я не понимаю, зачем. Ваша честь, ну, вы сами знаете, в какое время мы живем. Или вы считаете, что раз права нарушены, они должны быть восстановлены? Ну, я как военный человек, да, есть такое. Считаю, что везде должен быть порядок. Понятно. Документы передайте, пожалуйста. Так, второй ответчик у нас. Отношение к иску. Я с иском согласен. Правильно, сынок. Да, я с иском согласен, потому что я считаю, что нельзя выгонять просто так из дома отца. Все-таки они эту квартиру вместе получили, да, я не помню, значит, всех тягот, ну, вернее, тягот их пути, потому что я еще тогда был маленький, но квартиру они получили вместе. Я считаю, что отец должен быть тоже в ней прописан наравне со мной и мамой. Просто из-за чего вся эта ситуация-то вообще была? Из-за чего? Потому что отец, когда поехал к бабушке восстанавливать участок и Сеулии делать, он взял кредит в банке. И мама начала бояться, что если дело прогорит так, как в бизнес, в 50 лет все-таки начинать, это такое довольно... Мама права оказалась. Да вот не права мама оказалась. Видите, бизнес пошел в гору, все, пчелки летают, метку идет. Квартиру отберут в счет банка, если прогорит дело отца, да, но отец, он, во-первых, он не спился. Во-вторых, в 50 лет... А что, должен быть? Спасибо, сынок. Нет, ну, многие, многие уходят, он мог бы спокойно, а он решил заняться бизнесом и удачно занялся, и я в него верю всегда. Да, верь. Собирай вещи, тогда к папочке давай туда, на навозную кучу. Я еще свой бизнес его введу, сынок, ты не переживай, мы с тобой еще горы свернем. Я хочу просто, чтобы они не ссорились, и действительно так может и до развода дойти. Мне так в решении написать? Ну, да. Тут удаляется для вынесения решения. Далее в программе. Полтора миллиона мы даем друзьям, они их прокручат, возвращают два с половиной миллиона. Прокрутили, вернули. Их бизнес прогорел. Да что вы, правда? Юноша вернулся из армии, а вместо квартиры, в которой жила дружная семья, оказался на улице. Как денежный вопрос разбил семью и кого поддержит суд? Я плохая для вас, и тебе плохая, и плохая. Вот живите вместе с папой, а меня в покое оставьте. Да не плохая, ты просто нас понять не можешь с сыном. Прошу садиться. Углашается решение суда. Удовлетворяю я ваш иск, признаю договор передачи жилья в собственность, то есть приватизацию, частично недействительной, и включаю ИСЦА в число собственников по данному договору. Данное решение принято в связи с тем, что снятие ИСЦА с регистрационного учета по месту жительства не повлекло утрату им права пользования в спорной квартире и всех других прав по договору социального найма, в том числе и права на приватизацию квартиры. Вынося данное решение, я руководствуюсь статьей 71 ЖК РФ. ИСЦА не обращался к наимодателю с заявлением о расторжении в отношении себя договора социального найма, и также в судебном порядке он не признавался утратившим право пользования в данной квартире. В другом месте ИСЦА не приобрел самостоятельного права пользования, поэтому суд признает договор передачи жилья в собственность, то есть приватизацию, частично недействительным. Поясняю стороны, что в настоящее время один только факт снятия лица с регистрационного учета не влечет за собой тех последствий, которые раньше влекло за собой такое действие. В данном случае закон требует расторжения договора социального найма. То есть то, что ИСЦА был снят с регистрационного учета, не означает, что он утратил свое право на приватизацию в этой квартире, потому что она выдавалась, как совершенно справедливо сказал нам второй ответчик, на семью, на троих людей. И тех документов, которые ответчик привезла на подпись ИСЦУ, недостаточно для того, чтобы право это аннулировать. Понятно? Совет вам да любовь. Прошу всех стать. Лиз, не переживай. Ну теперь еще, между прочим, на разводку там. Отойди от меня. Ну, Лиз, ты чего? Все, разводимся. Разводимся. Ну, я думаю, мы уговорим ее. Ну, ты что? Решение суда. Иск удовлетворить. Я очень счастлив, что все так закончилось. С женой мы, надеюсь, помиримся. И будем счастливы все втроем жить. И в городе, и в деревне. А бизнес я свой перепишу на сына в свое время. В данной ситуации остается одно. Взять бизнес в свои руки. И чтобы ни одна копеечка на имя у меня не прошла. Ну, я рад, что папа с нами остается. А бизнесом, пусть действительно мама занимается. Истец требует возвращения его доли после продажи недвижимости. Ответчики признают иск частично, но оспаривают суммы выплат. Истец, я вас слушаю. Уважаемый суд, я хочу взыскать 2 миллиона 300 тысяч с моих брата и сестры. В общем, с ноября 2017 года по ноябрь 2018 года я проходил службу в вооруженных силах Российской Федерации по призыву. Соответственно, летом 2018 года я приезжал домой на побывку. Живем мы все вместе, втроем в 4-комнатной квартире, которая нам досталась по наследству от наших родителей. И, соответственно, Оксанка... А в каких долях вам досталась квартира? Одна третья. Вот у меня есть свидетельство. По одной третьей? Соответственно, Оксанка, сестра моя, она замуж выходит. Вот. И мы договорились, что поделим квартиру, соответственно, продадим ее, и каждому достанется по 2-комнатной квартире. Ну, они купят их. И мы договорились, что сделаем нотариально заверенное свидетельство о том, что они продадут мою долю и, соответственно, купят на эти деньги себе квартиры и мне, пока я буду в армии. Наверное, вы не свидетельство нотариально заверенное делаете, а доверенность? Да, доверенность, да. А на чье имя вы выписали доверенность? На Захарова Сергея Владимировича, на мое имя. Нет. Вы кому доверили продать свою долю? А, доверил я Оксане и Дмитрию. То есть вы доверили продать? Продать и на эти деньги купить иную жилплощадь для меня. И на эти денежные средства купить иную жилплощадь. Это условие прописано в доверенности, правильно? Да, именно, да. Поняла вас. Дальше что произошло? Соответственно, я возвращаюсь с армии, прихожу к Диме, к Оксане, спрашиваю у них, где мои деньги, где моя квартира? Ни денег, ни квартиры у меня нет. Сейчас я кантуюсь у своих друзей некоторое время и надеюсь, что вы поможете мне решить этот вопрос деньгами. То есть деньги вам не отдали? Мне отдали. И квартиру тоже я так и не получил. И квартиру не приобрели? Нет. Поняла вас. Пожалуйста, передайте документы через судебного пристава. Действительно, мы продали квартиру матери. За какую сумму вы продали квартиру? 6 миллионов 900 тысяч рублей. Так. Соответствующий договор купли-продажи у меня имеется на руках. Так. Соответственно. Денежные средства получили? Да. Да, конечно. И они были разделены на три части. По 2 миллиона 300 тысяч рублей. Соответственно, на каждого. Ну и, как мы и договаривались с Сережей, мы стали выбирать себе квартиры, мы стали искать различные варианты. Но мы поняли, что, например, за 2-3 со двухкомнатную квартиру найти не удалось. Я нашел себе вариант за 2 миллиона 540 тысяч рублей. Соответственно, мне нужно было занять вот эти вот 240 тысяч рублей из доли Сережиной доли. Можно хотя бы позвонить? Что я и сделал. Вы заняли данную сумму без согласования с ИСЦом? Я позвонил брату в армию и согласовал эту сумму. Не было такого, не звонил он. Куда вы в армию? Можно я объясню? Можно я объясню? Продолжу. Смотрите, вот это договор на покупку моей двухкомнатной квартиры. 2 миллиона 540 тысяч рублей. И, соответственно, я занял эту сумму, 240 тысяч рублей, я готов ее отдать. Не заняли, наверное, взяли без разрешения, правильнее сказать. Так или иначе, я готов эту сумму отдать. Прямо сейчас. Она у меня есть на руках, я готов ее вернуть. А он разве был с этим согласен? Вы что, это согласовывали? Разве он сказал, что да, конечно, брат? Он все равно был в армии, ему эти деньги не были нужны. Ну что, он всегда в армию ушел? Или в армию, может быть, жильем обеспечила? К моменту, когда он вернулся из армии, деньги, которые я... Что было указано в доверенности? Что мы делим сумму? В доверенности конкретно было указано, что вам истец доверяет продать его долю и приобрести на эти денежные средства жилое помещение. Оксана Игоревна, вы приобрели для себя квартиру? Да, я приобрела для себя квартиру на 2 миллиона 790 тысяч. А моя квартира где? Тоже позаимствовали у брата? Да, мне пришлось позаимствовать, потому что мы точно так же ему в свое время помогали. И все это точно так же было проговорено по телефону, но почему-то у него память ошибла. И он мне ничего не хочет вспоминать. Он не хочет помнить никакое добро, что для него делали, что мы для него старались. То есть вы взяли из его доли, а не вот они. А не вот они. 490 тысяч взяла Оксана. А остальные деньги где? Оставалось полтора миллиона 70 тысяч. Итого, вы признаете иск на 490 тысяч, так? Да. Остальные деньги никто возвращать будет. Подожди, сейчас разберемся с альминергами. Итого, вы готовы вернуть вместе 730. То есть вы иск признаете вместе на 730. Да, мы готовы ему прямо здесь возместить эти деньги, пожалуйста. Да мне ваши копейки не нужны. Остается, подождите, истец, остается сумма. 1 миллион 570 тысяч рублей. Так, где эти деньги? Эти деньги, которые остались за полтора миллиона 70 тысяч рублей. У Оксанинова мужа есть друзья, которые занимаются бизнесом. Они предложили вот эти вот полтора миллиона прокрутить в их бизнесе. И за 4 месяца они нам предложили заработать миллион. При этом все вот это согласовывалось с Сережей. Каким образом вы согласовывали это с СССР? Мы дали бы им полтора миллиона рублей. Они бы нам вернули 2,5 миллиона рублей через 4 месяца. Когда Сережа возвращается из армии, у него на руках было бы 2,5 миллиона. Я пришла, когда у нас пришел этот вариант, когда друзья предложили, я лично позвонила, Сережа, в армию. Я пытаюсь вам объяснить. Нет, вы хором разговариваете у меня, истец, и вы тоже. Давайте еще раз. Да я все поняла. Полтора миллиона. Я поняла. Мы даем друзьям, они их прокручивают. Возвращают два с половиной миллиона. Ну прокрутили, вернули. Их бизнес прогорел. Да что вы, правда? Их бизнес прогорел, да. А вы каким-то образом оформляли это документально? Вы с ними оформляли договор займа? Ну, к сожалению. Например. Но это близкие люди, как бы, это близкие друзья. Ну, понятно. Вы все тут близкие люди, как я смотрю. Я до этого ни разу не слышал. Это никогда вообще ничего не слышишь. Тебе вообще ни одного звонка в аварии не было. Конечно. Объясни мне нормально. Ты согласился, что ты даешь эти полтора миллиона, чтобы прокрутить их в бизнесе. Когда я согласился? Ты знал, что это риск. Я первый раз слышу об этом сейчас. Ты всегда первый раз слышишь. Слушайте, и что получается? Что эти деньги, да, действительно, они сгорели. Но ответьте ко мне на вопрос, кто несет ответственность за эти денежные средства? Кто должен возвращать эти денежные средства в размере миллион, один миллион пятьсот семьдесят? Никто, потому что он сам дал согласие на это. Это бизнес, это какое согласие? Представьте документы в суду. Представьте документы в суду. Да если бы это все было, если бы я знала, что так все принялось. Я вопрос задаю вам. Документы, представьте, что у вас была договоренность с Истцом, что он дал согласие на использование денежных средств. Представьте документ, по которому вы передали... Вы меня спрашиваете? Вы в суд пришли. Вы пришли в суд. Договоры не заключали. Не заключали никакого договора. Это было на словах просто договорено, но все-таки семья. Деньги, которые мы у него взяли... Я бы из армии прилетел, первым делом тебе лицо бы начистил. Слышишь, что? Я для тебя пытаюсь деньги заработать. Два с половиной миллиона. То, что я у тебя взял, вот оно, понял? Отличик, вы бы могли это говорить, если бы вы заработали и сказали, вот, брат, мы тут вообще такую аферу века прокрутили. Нак тебе два с половиной миллиона. Да еще сколько с ним разговаривать можно, возьми. Просто возьми эти деньги, которые мы у тебя взяли, и все. В чем мне толку от ваших бумажек? Вы что, совсем все собрали? Что творишь вообще? Ты хоть одну копейку? Вы посмотрите, что ты работал, ты что исполняешь? Что за свинское обращение? Так, порядок в зале судебного заседания. Истец! Значит, суд удаляется для вынесения решения. Деньги собрали, передали ИСЦУ, вы расписку пишете. На эту денежную среду. На эти денежные средства я пошла в нас эти решения. Прошу всех встать. Ты вообще всю жизнь на готовеньках. Собери свои деньги. Из-за тебя наша семья. Из-за тебя наша семья рассыпалась. Ты что, где вы мне предлагаете жить теперь? Ты всю жизнь маленький или всю жизнь младкий? Я хотя бы на эти деньги в общежитии, в комнату. А сейчас кто мне с этим делать? Ты куда хотел? Бойди в армию по контракту, вперед в весне. Пускай он и собирает. Суд сказал собрать деньги. Конечно, блин. Из-за тебя наша семья рассыпалась. Из-за тебя, мать, с нашим отцом развилась. Конечно, я во всем виноват. Конечно, ты. А кто еще? Она с твоим отцом, между прочим, загуляла. Ты у нас внебрачный ребенок. В следующей программе. Вот я хочу, чтобы он хотя бы последние минутки насладился жизнью. Чтобы ребеночка его увидел. Я поэтому хочу, чтобы он увидел ребеночка, его сначала надо родить. Он парализованный старик в тюремной больнице. Она молодая красотка, которая хочет стать его женой. Что это? Любовь или меркантильный интерес? Совершенно не имеет значения, кто работал, кто не работал, и кто сколько зарабатывал. Он жил у нас как домашнее животное. Женщина купила квартиру для дочери. Она не собиралась умирать и верила мужу, как оказалось зря. Сможет ли дочь после смерти матери отстоять свои права? Ну так получилось, что у нее нет документов. Как может не быть документов, если вы по наследству получили деньги? У вас что, нет свидетельства? Я их потеряла. Две девушки совместно проживали на протяжении 10 лет. Ездили вдвоем на курорты, ходили в женские клубы. Удастся ли доказать суду, что они просто подруги? Оглашается решение суда. Так как в судебном заседании ответчики частично признали иск и возвратили часть суммы иска ИСУ, о чем им написана расписка, суд удовлетворяет исковые требования частично и взыскивает с ответчиков солидарно сумму в размере 1 миллион 570 тысяч рублей в пользу ИСЦА. Данное решение суд выносит в связи с тем, что стоимость проданной доли ИСЦА в квартире происходила ответчиками по выданной ИСЦОМ доверенностью. В данной доверенности было указано конкретное условие, а именно право распорядиться его долей в квартире и приобретение другого жилого помещения на эти денежные средства. Данное условие, указанное в доверенности, ответчиками не выполнено, и они это признали в судебном заседании. Ответчики, исходя из закона, на основании доверенности продали долю ИСЦА в квартире, однако они не приобрели право на денежные средства, которые были выручены от продажи его доли. Таким образом, они не имели права распоряжаться без согласования с ИСЦОМ денежными средствами. Таким образом, суд удовлетворяет требования ИСЦА с учетом возврата части денежных средств в полном объеме. Понятно решение суда? Дело закрыто. Прошу всех встать! Решение суда. Иск удовлетворить. Без шансов для моего брата и сестры, я надеюсь, суд научил их, что нужно выполнять обещанные данными обещания. Ему всегда все доставалось просто так, просто по праву рождения. Просто на тебе деньги, на тебе это, на тебе то. Мало своих семей, теперь еще и этого на себе тащить. Прошу всех встать! Незнание закона не освобождает от ответственности. Вы сейчас поняли, что я сказала? Естественно, мы это все будем делать. Вы включаете и защищаете свое право. Смотрите дела семейные, чтобы не совершить роковой ошибки. Истец, вы что, правда хотите на ней жениться? Правда. Слушай, мне кажется, что вы очень гармонично существуете. Может, вы не будете разводиться? Судья Елена Кутьяна не вернет любовь. Я тебе не мать. Да все, истец, я поняла вас. Не продолжайте. Но восстановит справедливость. В первую брачную ночь она обманула. Вы тоже ее обманули? Она рассчитывала, что будет брачная ночь. А ее не было. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...